Животноводство – основа села, так считает Рустам Миниханов. На одном из заседаний президент республики озвучил, что мясо и молоко – главные источники дохода для фермеров. Потому необходима господдержка их начинаний. В прошлом году была разработана программа развития семейных животноводческих ферм. В ее рамках каждый фермер может получить до 5 миллионов рублей. Фермер Довреж Доврешов начинал с одной коровы. Сейчас под его опекой 60 голов крупного рогатого скота. Половина из них – бычки. Особым почетом в хозяйстве окружен самсон – единственный осеменитель. Его есть время, еще год он может функционировать. Но это мы смотрим на его, как он работает. Если не нужно, не работает, тогда его держать только нет. Правда, после снятия с должности на мясо его не отправят. После изнурительной работы годится только на переработку. Как вариант быка отправят на колбасу. Сейчас на ферме не используют метод искусственного осеменения. Численность поголовья не та. Увеличить его фермер не может по определенным причинам. Коровники сделаны своими руками из подручных материалов. Места в них не так много, а потому содержать желаемое количество поголовья невозможно. Грант позволит фермеру построить новое здание с современным оборудованием. Фермер поделился, каким будет новый коровник. Туда обязательно проведут воду, чтобы не таскать ее ведрами из колонки. Кстати, в день уходит до 600 литров. И терпеть рогатые не готовы даже 5 минут. Запевают песни во все 60 голосов. Привыкли к режиму. Своим силам мы уже не готовы. Не сможем, не витянем. Потому что все, земли нету, все покупаем. Все и сено, и солома, и этот, комбикорма, все покупаем. Это еле-еле хватает на это, да. Вся надежда на грант в рамках республиканской программы развития животноводства семейные фермы, пройдя конкурсный отбор, могут получить финансовую поддержку в размере 5 миллионов рублей. Я призываю те крестьянские фермерские хозяйства, которые развиваются или хотят развиваться, обязательно обращаться к нам в торгово-промышленную палату, принимать участие в данных конкурсах. Потому что именно для начинающих и развивающихся фермерских хозяйств эти конкурсы и созданы. Особенно тем, у кого есть опыт. Сергей Маслехин уверен, ничего сложного в этом нет. Грамотно оформленные документы, соблюдение некоторых условий и деньги на развитие в кармане. Но и отчитываться за них придется. Фермеры Довреша Доврешова это не пугает. Кроме увеличения поголовья крупного рогатого скота, запланировано пополнение в стадии овец до 300 голов. Овцы будут приносить не только шерсть, но и молоко, которое собираются реализовывать как в чистом виде, так и в виде сыра. Для воплощения планов в реальность необходимо новое помещение. Сейчас коровы, бараны, куры живут под одной крышей. И, конечно, земля, на которой развернется стройка. Вопросы выделения участка фермеры решают с руководством Тукаевского района. Земля и кормовая база – одно из условий участия в гранте. К тому же необходим опыт в сельском хозяйстве не менее одного года с положительной динамикой развития. Но с этим у фермера проблем нет. Елена Портнов, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.